Профессия журналист интересная, творческая и одна из самых опасных в мире. Только за постсоветский период в России было убито более 200 представителей СМИ. Начиная с 90-х по числу насильственных смертей нашу страну опережают только Алжир и Ирак. Впрочем, сегодня в Троице-Сергиевом храме вспоминают не только убитых, но и журналистов, умерших своей смертью. В книге памяти 406 имен. В последние годы убийств журналистов в Самарской области не было. Однако ежегодно губерния прощается с ветеранами профессии. Два года назад Елена похоронила сына, известного журналиста Григория Ревилина. Золотое перо. Талантливый очень. Ну вот сердце не выдержало его. Я, конечно, грех брала на душу. Я говорила, нельзя, чтобы родители хоронили детей. Нельзя. Понимаете, это противоестественно, потому что это время не лечит. Не лечит, к сожалению, не лечит. В этом году ушедших из жизни журналистов вспоминали не только словом. Мы повесили две мемориальные доски. Это в Самаре Эдуарду Кондратову. Он является почетным гражданином города Самара. И буквально недавно вместе с губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным, собственно говоря, при его поддержке непосредственной, наконец-то появилась мемориальная доска в городе Тольятти Валерия Иванова. Вечная память самарским журналистам обеспечена. Ведь свой талант, мировоззрение и часть души они вложили в статьи и сюжеты, которые спустя поколения будут примером для новичков и отголоском той эпохи, в которой они жили. Продолжение следует...